Всем доброе утро! Я собралась на Курчатовский рынок, технический рынок. Когда-то в соцсетях прочитала такую фразу, что когда вижу мужчин, которые делают себе селфи, мне хочется перебрать карбюратор. И когда я эту фразу озвучила при одном из мужчин, он так очень сильно удивился. А что тебя удивляет? Это нормально? Но если посмотреть меня в соцсетях, это Facebook, Instagram, вы нигде не увидите фото со мной, где я сделала селфи. Никогда. То есть меня кто-то фотографирует со стороны. Но сегодня я иду на Курчатовский рынок, чтобы подумали, покупать однокорпусный, плавающий, масляный распределитель. Папа дал мне задание найти в Днепре ему такую деталь к его трактору. Оказывается, изготавливают их в Днепре. Поищем на техническом рынке. Вот такой у нас технический рынок в Днепре. Здесь есть все. И когда я делала ремонт, здесь покупала металлические рейки, всякие замки, сверла. Все на свете. Можно это, конечно, купить все в магазине, но на рынке вроде дешевле и все вместе. Я тут. Вы ко мне? Селфи со всеми. Селфи. С вас заснять. Знаете, что я ищу? Я ищу масляный распределитель однокорпусный плавающий. Деталь для трактора, для папы. Это насколько сложно. Представьте себе для меня, насколько сложно. Для столицы Опер. Где-то для трактора. Куда идти? Ну, сказали, в ряду, где-то справа. Можно подспрашивать. Пошла. О, Лера Черновуста. О, Лерчик, ты с ним. Мужики не знают. А я найду. Здравствуйте. А вы мне подскажите, мне нужен масляный распределитель однокорпусный плавающий. Фига себе. Пока меня все отправляют, никто не знает, где такая деталь. Дрели. Лерчик не может. Аккуратно. Где? Это водные и водные носители. Извините, а вы не подскажете, мне нужны масляные распределители однокорпусный плавающий. Деталь для мотора. Это именно моторы? Здесь ребята закрылись, все ушли. Единственная надежда... Вы всех снимаете, да? И вас могу заснять. Да. Будьте здоровы. Спасибо. Попробуйте найти, где моторами занимаются. Много рядов. Есть все. А то, что надо, мне пока не нашлось. Здесь тоже дрели. Субтитры не похожи. Это насосы. О, а кто продавец? Когда я делала ремонт, здесь покупала все. Деревянные металлические рейки, цемент, врундуки. Сейчас хочу поискать. Мне надо угловой умывальничек для кухни. Маленький. Если доделать мою кухню, то надо такую деталь. Самый-самый маленький. Двери. Это здесь я видела. Вот он. Вот такой. Всем добрый вечер. Здесь тем, что сегодня праздник Макавея. У меня блюдо из маком. Вареники с маком. Хочу сказать, что вареники с маком это очень-очень вкусно и сладко. Вот так. Добрый вечер, дорогие мои зрители. Сегодня праздничный такой день. Я вышла на прогулку. Сегодня праздник происхождения честный древ животворящего Креста Господня. Другое название это Макавея или Медовый Спас. С сегодняшнего дня начинается строгий пост до Успения Пресвятой Богородицы. То есть до 28 августа. В этот день принято всем ходить в церковь. Освящивают мак, маковые головки в букетах. Девушки обязательно должны найти букеты для освящения их в церкви. Это считается берегом. Как я была маленькая, мы с бабушкой всегда ходили в церковь. Ради этого бабушка выращивала мак у себя на огороде. И в одно время это даже было запрещено. Бабушка высаживала его где-то в кукурузе. Кукуруза выросла, и мака не видно. Все делалось для того, чтобы все было свое. И в этот день люди несут светить мед свежий и мак, как оберег от злых духов. Праздник начали отмечать с 9-го столетия. В Константинополе. Вообще праздник Маковея называется еще и потому, как бы, день памяти мучеников. Семи мучеников Ветхого Завета, маковеев, которые за веру в истинного Бога были казнены за сирийского царя еще в 166 году до нашей эры, до Рождества Крестова. С того времени, ну считается, как бы, где они были казнены, там покапала кровь. И на этом месте выросли красные маки. Маки считались священным растением, поэтому его сейчас освящивают в церкви, как оберег. В этот день принято кушать всякие маковые изделия. Моя бабушка всегда готовила шулики, как называется, это такие коржи она выпекала, которые макали мы в мед или поливали жидким таким медом майским и макали в мак. Другой вариант у бабушки был, это домашняя лапша с маком и много меда. Было-было очень-очень вкусно. Сегодня я сходила на вареники, потому что сама приготовить их, ну как-то нет такой у меня было возможности. Редко выхожу гулять одна. Все время мне кто-то составляет компанию или подружки, или друзья, или с Максимом выхожу гулять. Но ничто так не стимулирует. Как блогерский канал. Надо выйти, прогуляться, чтобы каждый день с вами, зрители дорогие, пообщаться. Я вас очень сильно люблю. Всех с праздником. Хорошего вам настроения. Все ваши мечты и желания сбывались, воплощались. Радуйтесь жизни. Живите. Потому что каждый день он неповторимый день. Такой красивый вечерний Днепр. И вот смотрите, сейчас вода немножко сошла. И показался такой маленький островок среди Днепра. Никогда раньше его не видела. Вон там сидят птицы, чайки. Здесь очень мелко. Примерно где-то на полметра, да, опустилась вода. Уровень. Как красиво вечером возле Днепра, возле речки пройтись, прогуляться. Фонтан такой у нас. Все светится. А я на работу. И днем была, и вечером иду. Потому что там дежурит Наташа. Надо ее угостить варениками с маком. А то она обедная с самого утра на работе. И на сутки. А почему не узнаете? Потому что темно. А что вы вышли, если не узнаете? Издалека. Издалека я тебя не узнаю. А что вы вышли? Я начала там в Викне. Потому что 25-е чувство мне подсказало, что надо увидеть. В каком месте затрепетало. Затрепетало 25-е. Вы меня упустите? Конечно, упустите. Она встает, охрана. Давай. Кнопочку. Принесла сегодня, кстати, с праздником Макавея. Такие вкусные вареники с маком. Они на начатывание нельзя. Но они не то что вкусные, а какие-то небесно вкусные. Наташа. Да. Вселенный день лепила. Я не знаю. Работали мастера, Наташенька. Вкусные мастера. Но вкусные с маком. Там и вареники с маком не было. Я говорю, а вы меня сварите. Я пришла через 20 минут. Они меня наварили. Молодцы. Ну потому что сегодня Макавея, наверное, не одна ты заказала там вареники. Ну да, они все уже съели. Сегодня люди как-то у нас, кстати, соблюдают последние. Приятного аппетита. У меня бабушка завжди паленики с маком робила. Такие классные. Сегодня начался великий піс, Наташа. Да, я помню. Ну, в смысле, великий, в смысле, строгий. Да, Господи. Смотрите, сколько мака. Не, мака много. Я тоже люблю цевареники. Приятного аппетита. Спасибо. Вкусно-превкусно, Лася. Спасибо. Я сегодня трудилась целый день. Что, если все, если кто-то думает, что это тут просто, это вообще не просто. Да, просто. И я с таким наслаждением. Как там говорят, захожу на работу, сидит. Выхожу, сидит. Тысяча человек. Вы бы видели, Наташа миллион раз с этого кресла встанет и туда раз выбежала. Как бы вас встречает? Тысяча раз скоро надо сказать, здравствуйте, до свидания. Объяснить. Очень много приходит по-стару. Вообще, я не буду рассказывать, потому что это непросто. Короче, с праздником, Наташа. И с таким удовольствием в конце дня съесть вареники. С маком. Мама мечтает. Все, Наташа, завтра разгрузочный день. Да. Я ж вас знаю. Да, да, потому что, да. Ой, смешная. Да.